Возник сад в начале XIX века по инициативе основателя университета Василия Назаровича Харазина. На отведенной государством для университета обширной территории на северо-западной окраине предполагалось первоначально разместить все объекты комплекса, но средств для этого не хватило, и для основных корпусов приспособили имеющиеся здания в центре города. Освоение же новой территории растянулось на долгие годы. На месте былой Дубравы, где находился сад князя Кантемира, заложенный еще в XVIII веке, и частные усадьбные участки, подаренные учебному заведению в 1803-804 годах, и был заложен университетский сад. Его планировку разработал архитектор Васильев с руководившим работой профессором Делявиным. При участии выписанного из рубежа садовника Цейклера. Университетский сад разместили на двух террасах. На верхней, расположенной с восточной стороны вдоль Сумской улицы, разбили ландшафтный, так называемый «английский парк» площадью около 20 гектар, предназначенный для прогулок и отдыха. На нижней – ботанический сад, площадью около 8 гектар, для научных и учебных целей. В парковой части высадили на свободных от старых деревьев площадках свыше 10 тысяч деревьев и хустарников местных лесных, и около 2 тысяч дальнепривозных, в том числе редких пород. Вход устроили с Сумской улицей, связав террасы главной аллеи. Главная аллея – современный юго-западный луч университетского сада. Играет хористы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 К столетию основания Харьковского университета Планировалось открыть памятник его основателю Василию Назаровичу Каразину Средства на его создание собирались всем городом В течение почти 20 лет Памятник был спроектирован Санкт-Петербургским скульптором Андреалетти Бронзовая фигура Каразина Была отлита из меди Летом 1904 года И выдружена на базальтовый постамент В 1905 году В середине улицы Сумской На выходе из университетского сада Ввиду революционных событий Открытие памятника затянулось Больше года Установленный памятник был закрыт Досками, из которых Торчала только бронзовая рука Каразина Это стало поводом для множества карикатур Местные власти опасались открывать памятник Чтобы не спровоцировать студенческие волнения И деревянный футляр с памятника Сняли только в июне 1907 года Наконец, 20 июня 1907 года Памятник был открыт В революционные годы Один из наиболее популярных объектов съемки И, как теперь любят говорить Один из символов города Субтитры создавал DimaTorzok 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 Газета Южный край Еще в номере за 21 июля 1898 года Сообщала о деятельности комитета По благоустройству университетского сада Созданного в апреле того же года Поступило 500 рублей членских взносов И пожертвований Производится сооружение павильонов кафе Киосков для продажи газет и фруктовых вод Эстрады для концертов и чтений Фонтанов Очевидно, один из павильонов Мы видим на снимке 1907-1908 годов Мне кажется, что такой экипаж Пользовался бы сейчас большим успехом И спросом, чем пугающий своим появлением На аллеях и размерами рослые лошади В ботаническом Нижнем саду Высадили саженцы разнообразных деревьев и кустов Привезенных из многих отечественных и зарубежных питомников Построили пардики, теплицы и оранжерей В 1894 году построили по проекту архитектора Величко Здание Биботанического института Постепенно на территории университетского сада И рядом образовались новые объекты Развитие которых носило автономный характер Так, в 1839 году с юго-восточной стороны Обосновался институт благородных девиц Которому предоставили здания Строившиеся ранее для кадетского корпуса Архитекторы торопов и тонн Кстати, высокая ограда университетского сада С металлическими решетками Было построено в 1860-е годы А разобрано в 1935 Институт, конечно, не был лишен своей садовой доли На северо-восточном углу сада в 1854 году Разместили ветеринарное училище Преобразованное потом в ветеринарный институт Для которого в 1855 году Был построен главный корпус По проекту архитектора Львова Нормальная работа ветеринарного института Требовала, конечно, не только корпуса Для аудиторных занятий Но и ряда других вспомогательных зданий На этом снимке конца 20-х, начала 30-х годов 20-го столетия Здания ветеринарного института Составляют лишь малую часть От общего числа сооружений Выросших на границе сада и площади Сооружений так много, что с трудом Определяется начало, собственно, сада В 1880 году В саду разместили Университетскую обсерваторию А в 1892 При обсерватории Организовали метеорологическую станцию В 1895 году На северо-западной стороне сада Появился зародыш будущего зоосада В 1896 году Была создана Пчеловодно-шелководческая станция Тогда же на площади в 2 гектара Арендованной у университетского сада Была организована выставка Домашних животных и птиц На здании написано Птичник В 1906 году Закончилось сооружение и оборудование Главного корпуса Аквариума Устроенного на территории птичника В университетском саду Правда, не по этому А по более скромному проекту В 1911 году Южно-Русское общество По акклиматизации Решило устроить в Харькове Зоосад Подобный московскому Были построены зимние помещения И летние вольеры Закупались дикие животные И птицы Вход находился на Сумской улице Рядом с памятником Харази Теперь о других соседях Таких, за счет которых Сад в конечном счете Не потерял А приобрел территорию В 1858 году Харьковское купеческое общество Арендовало А позже Выкупило уничтожения Сливицкого Построенные им в 1829 году В конце Рыборской улицы Двухэтажный дом И обширный сад И открыло коммерческий клуб В доме после многочисленных перестроек Стало со временем работать Постоянная оперная труппа А сад приобрел заслуженную популярность У членов клуба И многочисленных его гостей В то же время Университетский сад Испытывал определенные Финансовые трудности Вот одна из газетных публикаций 1915 года Университетский сад Последнее время в упадке Несмотря на то, что Это центральное место Могло бы быть весьма оживленным Конечно, многих отвлек парк Но Харьков слишком велик Для того, чтобы это имело Большое значение Объясняется это запустение тем Что сад буквально утопает во мраке На днях в саду открылся Хорошо оборудованный С приличным оркестром Кинематограф Солей Место центральное Хороший воздух И прямо странно это небрежение Почти нет фонарей Мало скамей Следовало бы обратить на это внимание Из университетского сада Возвратимся в процветающий сад Коммерческого клуба В саду клуба располагалось Одно из первых Харьковских спортивных обществ Кружок игры в лаунтеннис После революции На месте кортов Со временем был построен Тир В 1917 году Коммерческий клуб был закрыт А здание передано Оперному театру Следующие две фотографии В нашем альбоме Открывают раздел фотографий сада Сделанных в новую эпоху Эпоху советской власти В 1920-е годы К бывшему саду Коммерческого клуба Были присоединены Небольшие огороженные сады Бывшего института благородных девиц И бывшего дома Купеческого собрания Расположенного на углу Смуской И Рыборской А в 1927 году Несколько клубов И профсоюзы Учредили новый Профсоюзный сад Ход в него Строили с Рыборской улицы Сделали платным Саду открыли Летний театр Читальни Детскую площадку Построили концертную площадку И аттракционы Журнал Сесвит писал В 1930-м году Симфонические концерты Коммерческого сада Были недоступны Широким массам У рабочих Были широкие возможности Развивать Свои эстетические вкусы Лишь изредка Слушая Хриплую шарманку Да слепого музыканта И перенача Бывший коммерческий сад Перестроен В сад культуры И отдыха С 4 гектаров Он вырос до 14 А его посетители Рабочие от станка Служащие Молодежь Дети А вот как о том же пишет Наша современница Инна Можейка В вечернем Харькове Для идеологической обработки масс Власти использовали Любые возможности В том числе и отдых Несколько клубов И профсоюзов Скинувшись На заброшенной территории Института благородных девиц Из старого сада Коммерческого клуба Граничивших с университетским садом Устроили профсоюзный сад В новом революционно-агитационном духе Со спортивными площадками Читальными Кинотеатром Духовым оркестром Каруселями И лабиринтом Вход сюда был платный 7 копеек Членам профсоюза Полагались льготы Число посетителей Доходило до 25 тысяч Затем А график работы Был весьма напряженный Только за так называемую Неделю обороны Тут прошло 4 вечера Вопросов и ответов Вечер вербовки В военные вузы 3 выставки Карнавал военной книги И 10 митингов Добавьте сюда Непрекращающуюся войну С университетским садом За территорией И вы получите Полную картину Жизни Бурлившей В ныне заброшенной части Сада Шевченко За новым Оперным театром В 1933 году Постышев Ставший вторым Секретарем ЦК КПЛУ И первым Секретарем Харьковского Обкома Распорядился Объединить сады Разрушив заборы Между ними И сделать вход Свободным И бесплатным С этого времени Объединенный сад Стал называться Садом имени Постышева 24 марта 1935 года В нем был открыт Памятник Шевченко Но только через Три года Сад стал носить Его имя Садом имени Постышев 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 дендролога Кобесского, придав ему элементы регулярной планировки. В центре сада была создана трехлучевая композиция аллей, ориентированная на установленный уход о памятнике Шевченко. Расположенная за ним широкая главная аллея вела к фонтану, которая предполагалась украсить скульптурами архитектора Великана, но их не выполнили. Старую главную аллею обратили в юго-западный луч, а в северо-западном направлении проложили новую каштановую аллею, ведущую к круглой части площади перед Газпромом. Неудачей обернулась попытка устроить во Враге пруд и построить в его конце ресторан. Вода во Враге уходила в грунт, а строительство ресторана пришлось прекратить из-за трудности обеспечения канализации и теплоснабжения. Отложили до лучших времен и идею строительства каскаду на южном склоне сада с выходом на Хвачковскую улицу. В фотоистории войны тема сада Шевченко занимает совсем мало места. Всего несколько сюжетов. Панорамы сада, как правило, его фрагменты, малолюдные аллеи и разнообразные варианты съемок на фоне памятника Шевченко. Такие снимки, наверное, были в каждом солдатском альбоме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С захватом остого здания Бывшего института благородных девиц Замечу, что это не результат жестоких боев А реализация планов выжженной земли Уже немцами При оставлении города В феврале 43-го года В годы войны Саду, зданиям и сооружениям Был нанесен огромный ущерб Восстановительные работы И дальнейшую реконструкцию Проводили по проектам Архитектора Анны Степаны Маяк Дендрологов Меликенцева и Генаевы По первой задаче Возрождению сада То есть удалению погибших И лечению поврежденных деревьев Массовых новых посадок Фотографий в альбоме нет В последней части альбома Собраны фотосвидетельства Тех строительных работ Которые были проведены в саду В послевоенные годы Во всех случаях Когда была такая возможность Они расположены В хронологическом порядке 1946-47 годы Открытый музыкальный театр На 1800 мест С эстрадой на 80 мест Архитектор Арефьев Москва Люба Милова Маяк Акустическое обоснование Архитектор Гинзбург Театр находился на месте Современного киноконцертного зала Украины 1948 год Открытый летний кинотеатр Архитектор Ермилов Вход и кинопроекционное На самом деле Речь скорее всего Идет об одном и том же сооружении Открытом театре Который после строительства Кинопроекционной Превратился в открытый Киноконцертный театр Именно на его месте И был позднее сооружен Киноконцертный зал Украина Как видно из немецкого Аэрофотоснимка Снятого в сентябре 1941 года На этом месте Уже существовало Сооружение Построенное в 30-е годы И названное На показанной ранее схеме Музыкальные раковины За сад Фото 1947 года Лозунг Да здравствует Героический советский народ Народ-созидатель Творец свободной Социалистической жизни 1950 год На месте снесенного здания Бывшего института Благородных девиц Построен новый Выставочно-читальный павильон И создан Розари Автор проекта павильона Архитектор Маяк Строительство осуществлено Методом народной стройки Так написано в книге Источники одной из фотографий До строительства Нового оперного театра Розари сада Был местом Традиционных выставок Цветов А павильон Местом баталий Шахматистов Доминошников И хартёшников Субтитры создавал DimaTorzok Два снимка На тему грядущего 150-летия Харьковского университета Субтитры создавал DimaTorzok 1950-й год 1950-й год Ротонда Автор проекта Архитектор Маяк Строительство осуществлено Методом народной стройки Разобрано 80-е годы В связи со строительством Нового оперного театра Субтитры создавал DimaTorzok 1953-54 годы Над Оврагом Перебросили пешеходный мостик Сохранившийся при разборке Разрушенного войну Старого пассажа Субтитры создавал DimaTorzok На ботаническом спуске Построена каскадная лестница Архитектор Маяк Инженер Савозская Субтитры создавал DimaTorzok Восстанавливается здание Дома проектов Отданное университету Обсерватория И медиастанция Похожи уже в полном порядке 1958 год Памятник Каразину Перенесен с университетской улицы Установлен на северо-западной Аллее Сада Вблизи бокового фасада Создание университета 1963 год Возведен ресторан Кристалл Архитекторы Клейн И Соколова В этом же 1963 году На месте открытого музыкального театра Было построено Оригинальное здание Киноконцертного зала Украины Архитекторы Васильев Лаксиев Реусов И инженер Фридган Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин На месте фонтана довоенной постройки Построен новый фонтан По проекту архитектора Клейн Довоенный фонтан Строившийся по проекту Архитектора Великанова Должен был быть украшен Скульптурой Барочного характера Но это так и не было сделано Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 1977 год Фонтан преобразован в светомузыкальный По проекту Петросова и профессора Абрамяна Как писалось Фонтан осветили и озвучили Несколько снимков Сделанных на аллеях Сенба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Популярная газетная читалка в саду Шевченко И место постоянной встречи футбольных болельщиков Особенно массового дни футбольных матчей виталиста Как накануне матча, так и после него Так называемая Брехаловка Место баталии шахматистов Главная аллея сада После сноса павильона И после удаления шахматистов из оврага Ведущего ко входу в зоопарк Первой ямы А потому скамейка на главной аллее Получила название Второй яма Сейчас функционирует уже третья яма На крыше станции метро Держпром Рядом с бывшей академией Голлору А завершить альбом хотелось бы, например, этим снимком Как символом здоровья сада И пожелать этому дубу Еще столько же лет жизни Сколько он уже прожил на этой земле Или фотографии этого дерева С символом красоты Он хочется, чтобы наш сад И впредь нас радовал Оставался тем местом, куда хочется приходить Чтобы найти столь необходимую нам порой Тишину и покой Но похоже, что и здесь, к сожалению Покой нам может только сниться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok